Открывают совсем другие перспективы. Я думаю, не ошибусь, если предположу, что именно Мелитополь является ключом к разгрому русской армии на всем юге Украины. Потому что если будет взят Мелитополь, то тогда оборона российских войск на юге рухнет. И вот тогда открывается дорога на Крым, но уже не с северо-запада, с правого берега, а с северо-востока из Запорожья, а точнее из двух районов Запорожской области, в которых, если верить, ну мы не должны, конечно, верить российским военкорам, они часто очень врут. Но тем не менее, если от пропагандистской шелухи избавиться и попытаться выделить те конкретные какие-то данные, соображения, факты, главным образом, все-таки факты, а не интерпретацию этих фактов, то получается, что в двух районах Запорожской области, в Гуляй-Поле и Орехово, это два населенных пункта, ну да, достаточно большие, ну, средней величины города, сосредотачиваются вот уже на протяжении нескольких месяцев, сосредотачиваются резервы вооруженных сил Украины. И не исключено, но тут уж это уже чистая фантазия моя, вполне возможно, что именно в эти районы будут перебрасываться части соединения ВСУ из-под Херсона. И получается такая картина, опять же, если посмотреть на сеть коммуникации, а война все-таки идет, боевые действия идут как бы вдоль коммуникаций, то тогда из Гуляй-Поле открывается дорога на, ну, по крайней мере, в теории, открывается дорога на Мариуполь, по которой можно, ну, направление на Мариуполь, если двигаться по сети дорог, а из Орехово через Токмак, город такой есть небольшой, открывается, значит, направление на Мелитополь. Вот почему-то мне кажется, почему-то, не знаю, но вот чисто интуитивно, я не исключаю того, что мы можем, а вдруг через там месяц-другой мы с вами опять встретимся, и вы вспомните, напомните, или я сам попробую напомнить, если я окажусь прав, конечно, если ошибусь, я не буду вспоминать, но думаю, что все-таки вот это направление будет на Мелитополь и на Бердянск, будет, вполне возможно, оно будет реализовано. И вот тогда действительно произойдет перелом, и, ну, тогда уже вся ситуация, и не только военная, но и политическая вокруг Украины, она приобретет совершенно новые формы и совершенно новые какие-то черты и характеристики. И уже в Москве придется полностью отказываться от предыдущих своих амбиций и соглашаться на более или менее реалистические позиции, на возможных тогда уже, если это произойдет, переговоров с Киевом. Ну, это один вариант возможных действий на юге Украины, но есть и другое. Есть и другое, это просто то, что можно назвать стратегической паузой. То есть будет происходить то, что происходит сейчас, но только можно будет в больших масштабах, с большей интенсивностью на некоторых участках, но принципиальных изменений не будет. Важно выдвигать претензии к России. Там было заявление о том, что Джо Байден, выступая на большой двадцатке, как раз будет делать очень большое заявление касательно Украины и насчет поддержки для Украины, что, собственно, очень ожидаемо. Но возвращаясь к тому, что, наверное, существует некий пацанский уговор между Путиным, между Китаем, между Индией. Они торгуют, они очень сейчас пытаются максимально монетизировать то, что мир отвернулся от Российской Федерации. Они все равно, пускай даже он не поедет на большую двадцатку, вопросы, которые у них есть, они останутся. И вы помните, я когда-то вас уже спрашивала по поводу того, что чуть ли не дедлайн был у Путина до саммита, до 15 числа, решить все свои проблемы, все свои глобальные проблемы, которые тянут за собой последствия по миру, ну и сделать что-то с войной в Украине. Как вы считаете, будет ли меняться и после выступления Байдена, и после сегодняшних событий, событий, которые придут в ближайшие дни, позиция Китая и Индии? Все, что нам надо, это чтобы они чуть меньше его поддерживали, или в лучшем случае все-таки где-то его в каком-то углу зажали и сказали, все, хватит, сворачиваем лавочку? Я думаю, после вашего успеха на Харьковском направлении и вот то, что ядерная риторика уменьшилась, и она в первую очередь была связана с тем, что в Астане и в Самарканде он пообщался с ними, и в первую очередь Китай и Индия выразили свою озабоченность. Я думаю, и Пакистан выразил свою озабоченность на эту тему, однозначно. И я не думаю, что дальнейший ход событий на военном театре действий, плюс вот включая ваш успех на Харьковском направлении, они дают основание думать, что Китай и Индия наоборот усилят свою поддержку той же России. Судя по данным американской разведки, по сегодняшний день американцы говорят о том, что ни Китай, ни Индия не нарушали пока этих условий санкций, в обход ничего не делали, и в первую очередь тот же Китай. И коль это так, и коль вот Запад уже начал воежи, Шольц тот же, не просто так же поехал, Шольц там представлял не только Германию, он представлял весь Евросоюз и весь этот коллективный Запад. Я думаю, после него подтянутся туда и другие. И наверняка Китай прекрасно понимает разницу между Евросоюзом и Соединенными Штатами в экономических масштабах, и тот товарооборот, который есть у Китая с ними, с этими территориями, и то, что представляет собой нынешняя Россия. Да, они, конечно, с Россией вытягивают все, что могут сегодня. По дешевке покупают вот эти энергоресурсы. И Китай, и Индия, и та же Турция. Вот. А почему бы это не делать? Все постсоветское пространство сегодня старается использовать по полной программе, вот, что медведь стал дряхлеть. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Я не жду каких-то судьбоносных решений на G20, однозначно говорю, потому что G20 сегодня слабее, чем семерка. Семерка со своим ВВП, она и командует парадом на планете. Да, отдельно, если взять такие страны, как Китай и Индия, они довольно серьезные, но с ними тоже уже работают. Я не думаю, что не понимают всего того, что происходит сегодня вот в этой войне, и чем это может закончиться в конечном итоге. Поэтому они точно так же постараются удержать дистанцию от этого Титаника, который сегодня дал такую большую течь, и будущее этого Титаника далеко проблематично. Скорее всего, наоборот, они уже встречаются, и будут встречаться на G20. Я думаю, вот нормальный президент США с нормальным лидером Китая наверняка они должны обсуждать, как они встречались в 43-м году в Тегеране, и обсуждали будущее европейской системы безопасности после Гитлера. В 45-й год еще не наступил, в 43-м они в Тегеране встречались. Вот представьте себе, вот G20 может быть что-то такое, для того, чтобы обсудить, что же будем делать в будущем с территорией, которая называется Россия. Что будем делать с ядерным оружием. Как мы эту всю новую систему безопасности построим. Как будет выглядеть новый многополярный мир, в котором вы, китайцы, будете играть ключевую роль. И, естественно, Китай, играющий в новом многополярном мире ключевую роль, он будет понимать территории своих стратегических интересов, и Запад, который будет с ним заключать определенное джентльменское соглашение, или юридическое соглашение, будет заинтересован в том, чтобы на этой территории все было бы нормально. И, скорее всего, нормальные политики, государственные деятели, которые хотели бы обеспечить мир на этой планете на ближайшие десятилетия, чтобы вот такие Гитлеры, Путины вновь не появлялись бы, и чтобы вот таких форс-мажоров не было бы для главных центров на этой планете, конечно, они вот так должны рассуждать. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.